давайте ребят смотреть здравствуйте дорогие дамы и господа меня зовут данила кашин нас привет же канале но все как обычно происходит и эта рубрика будет называться клипы которые никогда не выйдут как реально ли здесь я буду засчитывать сценарий клипов которые никогда не выйдут и мы это будем там тут у вас нет смысла сделать на музыку же он и наконец-то я давно уже хотел снять эту рубрику года два как наверное но только сейчас руки дошли возможно у него в руках того что можно здесь это будет очень прикольно были но у меня по крайней мере в голове это выглядит прям масштабно но только у меня пока что в голове поэтому сегодня у ребят вы чат токсиков ребят я бы посмотрел в ваше лицо кто думал что бустер виноват рассказываю историю которая написала хорошо работаете хорошо дошла на за больше на токсичность хорошо работаете неплохо и единственное что хотел сказать сценарий который я буду засчитывать в этой рубрике невероятно сырые то есть не обращайте внимание на всякие недочеты какие-то логические косяки очки очкарик чё на стену на голове когда-то написано сына никуда не пошло и бля естественно какие-то моменты еще я додумываю додумывал когда дописывал сценарий ну вы понимаете и единственное что я еще смысл клипов естественно объяснять не буду потому что это я просто буду рассказывать историю хорошо вот смысл не смысл сами короче разберете более ну надо дотянуть многие моменты чтобы скрывать книги на фоне ботаник сто процентов еще и в очках ребят снять и короче вы поняли сову на глобус натягивать не буду поехали когда-то давно у меня выходила песня называлась под луной ребят ребят вы до сих пор не написали самое главное что можно было на таксичить ребят мою фразу ребят про голос прогул про голос примерно до три года назад 6 ноября в мой день рождения вышла песня называется под луной и и кстати я писал очень невероятно работаем как выпустить мы не смотрит ботана блять смотрит ботана блять да ребят очень много времени она заняла на эту песню хотел я снимать клип так и не снял потому что по смете короче там очень дорого клип не форматный не мой и на тот момент я не уверен был что я и дарил я потом нужно поэтому осталось всего лишь просто история который я буду вам зачитывать поехали в общем допустим на дворе у нас век 18 19 какая-нибудь богатая царская не знаю семья дворянская дам в своем замке да вот примерно вот такой такой же по красоте семья из высшего света так скажем семья у нас состоит из младший сын отец мать 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 старая дочь старший сын допустим какая-нибудь тетушка дядюшка ребенок еще обязательно ребенок до лет 9 допустим дочка будет обычно я даю кстати каждому персонажу ну в сценарий по цифре знаете чтобы постоянно не писать младшая дочь младшая дочь но короче чтобы вас не путать я говорила их название главное это сами не душните что я часто это произошло ботаника говорился ребят что будет происходить никаких аналогии ребят с царскими семьями нашей там нашей страны короче ничего просто рандомная история для ребят давайте реально давайте делать вид короче что ну короче что чат у меня пиздец агрессивный короче знаете как бы все ненавидели но в то же время боялись блять это же охуительная тема нас вроде все ненавидеть будут но потом эти выебываться не будет никто больше бояться будет ребята короче следующая семья да в ней надо делать вид тоже да справедливо для большего представления вот кто смотрел острые козырьки там помню в третьем сезоне была такая царская семья и вот помню целая серия была и посвящена и слава пацана такое было просто оргии какие-то происходят какие-то душу душе не вот дань а вот если слова пацана такого не было тогда хуйня я просто не особо там душили короче он дома в доме старости потому что им очень сильно скучно жить у нас примерно такая же история соответственно каждого есть в этой семье какие-то претензии друг другу на на фоне ли я давайте давайте короче это вы будете жестко гнобить я буду жестко подсасываться короче будут смеяться с каждой шутки чтобы вообще не понимали вообще диссонанс был лютый короче знаете короче вы будете знаете травить то что короче это мне нравится блять типа и наоборот короче тоже будет то что меня будет бесить вы будете наоборот защищать короче я буду смеяться над егором критом вы будете говорить да ты заебал что ты несешь типа бля или зависть и ну вы понимаете прям мы будем посмешищем так это же охуенно обычно готовится к ужину показываем основной зал со стороны которая спешно накрывает подданные мимо камера проходит человек строгом черном костюме забанят угол да ладно мы понимаем что это пришел дворецкий он идет фортепиано я хотел рояль но лучше фортепиано открывает крышку и начинает играть собственно ту самую мелодию из этой песни да показываем в общем чем занимается семья пока там накрывает на ужин допустим дочь старшая расчесывает волосы кто-то чем-то занимается дворецкий играет в это время зритель знакомится с младшим сыном он закрывает кран смотрит на свое отражение собирается мыслями будто готовится к чему-то подумав он собирается идет к столу дворецкий уже во все играет на фортепиано да это мелодия на самом деле реальность представиться съемочка какой-то такой пизда ты блядь знаете в теплых тонах полете бать красиво наверно было бы на какой-нибудь там около грубой нарезкой дамы все ребят давайте стоп-стоп-стоп-стоп дать давайте стоп пока что Stop angry, ребят, stop angry, stop angry, ребят, stop angry, пока что, stop angry, ребят, всё, давайте адекватность немножко включим, а то я, блять, хочу чатик почитать, сам забайтил, да-да-да, я уже хочу чатик почитать, давайте, просто вначале, ребят, просто вначале люди уже посмотрят, уже такие, знаете, кто-то выводы сделает, блять, потихонечку подходите, садитесь за стол. В это время одна из прислуг стоит возле подноса со стаканами, да, смотрит на один из них из внутреннего кармана. Боже мой. Достает пузырек с каким-то белым веществом, условно, да. Открывает его и высыпывает содержимое в один из стаканов. Берет поднос и идет подавать напитки. Первый за стол садится, ну, допустим, мать семьи, да. Дворецкий смотрит на нее через отражение, ну, вы как видите. Ну, вот это сообщение от рис, вот это, ребята, это уже перебор немножко, ребят. Вот, вы будете в балансе, все, ребят, себя включите, блядь, себя, настоящих, вы че, блядь. Нахуй я вообще ведусь на это, я лично с нахуй, я опять приказы какие-то выполняю. Пиздец Андрей только с армии пришел, опять приказы выполняет. Кусочек, да, через отражение, получается, это крышки налакированные, видит ее сзади. Она это замечает и отворачивается, как будто чего-то испугалась. Ну, мы сразу, сразу понимаем, что у них есть какая-то интрижка, да, что-то между ними неспокойно, ребята. Ну, и, допустим, в это время там за стол садится отец и младший сын. Глава семейства в хорошем настроении садится, закуривает там сигару, трубку, неважно, с кем-то очень оживленно общается и ждет, когда, собственно, подадут ужин. Кадр переключается на младшего сына, и мы видим, что он все это время... Блин, ну я прям представляю съемку в теплых тонах, на самом деле, вот никак, вот тут вот показывается, в холодных мне, ну, как будто не очень. В теплых, знаете, такой зернистость еще какой-то на картинке, блядь, мне кажется, вообще стиле было бы. Кадр переключается на младшего сына, и мы видим, что он все это время смотрит на отца. Его глаза заполнены гневом. Еще хотел я, кстати, снять так, чтобы он смотрел на него через огонь свечи, который стоит на столе, чтобы, ну, подчеркнуть, знаете, вот эту движуху. Ну, и так уже пафос я накидываю, ну, вы поняли, чтобы он через свечу, через огонь на него смотрел, чтобы... Блядь, это мой чанч, нахуй. И так уже пафос я накидываю, ну, вы поняли, чтобы он через свечу, через огонь... Блядь, как? Как мы предугадали, нахуй, вот эту вот картинку, блядь, я не понимаю, это ж прям сейчас вы, нахуй. Это ж прям сейчас вы, нахуй, блядь. каким образом не смотрел чтобы зритель понимал что между ними все неспокойно младший сын приметь какие-то к нему претензии короче я не буду засчитывать все вот эти предлоги да по которым вы должны понять почему они друг друга там ненавидят потому что в этом сейчас на этом этапе когда сейчас вам рассказать все ребята укринжата не наводите блять это у меня в чате блять да нет я такой хороший рыженький все нахуй прекращайте все уже бля жалеть начинаешь его забайтил блять прекращайте нахуй метровые пятачок даже вы несете блять в ебануты и нахуй прекрачаете блять сидят выписывают блэд и жулья да все нахуе сереженька штрих котик да какой нахуй штрих котик бля ой пиздец блять вот вас нельзя не о чем попросить бля и вы все нахуй блять вас только попросишь вы блять рейд шимота нахуй включаете блять и хуярите просто уже до последнего вас не остановить блять я не знаю что вам сделать надо чтобы вы остановились по substances Важно, что я вот эти два момента рассказал. Я хотел показать, что каждый член семьи к друг другу имеет какие-то претензии. Ребят, у меня биполярный чатик немножко. Кто-то с кем-то, не знаю, переспал, а это его женщина, он теперь его ненавидит, это изменяет. Ну, вы, короче, поняли. Хаос в семье происходит. И все друг друга ненавидят настолько, что вы уже сами знаете, кто-то готов кого-то отравить, еще что-то. Единственное, кстати, что хочу подметить на этом этапе, что у младшего сына, который смотрит на отца, у него с собой ствол какой-нибудь, знаете, такой. Как у Джека Воробья такой, который... Пулями круглыми стреляет, и он держит его под столом и готовится выстрелить. Начинается ужин, все сидят молча, тут должно быть такое напряжение. Зритель должен понимать, что сейчас вот-вот что-то случится, собственно, идет разгон. Начинается месиво, все начинают жестко друг друга гасить. Ебать, кстати, вот это красиво выглядит. Бля, мне кажется, такое бы не смотрелось бы, блядь, на самом деле, на этом, блядь. На... ну, в обычной съемке, мне кажется, это в рисовке прям охуенно выглядит. Прям подробно, смотрите, как это охуенно. Именно почему-то момент с пистолетом, блядь. Чем-то, как вот это вот в аниме сделать, блядь. Любовая, спасибо за 15 рублей. Даня Кашин, наш нежный папа Рыжуик, как же я его люблю. Блин, да, ребята, блин. Он мне снился сегодня. Началось месиво прям. Спасибо большое, Любовая. Такое аниме, что я хотел, карантинское, знаете, с кровищей, чтобы все задыхались. Кто-то кого-то ножом ударил в горло, он лежит, задыхается, фонтанирует. И знаете, что прям максимальный эффект. Еще ему, бля, как ему нравится. Убивают людей, так классно. Хуярят просто, в кровь убивают, нахуй просто, блядь. Они все в крови, все, все просто в пизде, блядь. Все мертвые валяются. Ребята, классно. Как же ему нравится, ребята-то. Не, на самом деле, охуенная идея в том плане, что песня милая такая, да, блядь. Типа, ну, если бы он снял просто такой, ну, типа, клип милый, ну, не очень было бы, короче. Ну, типа, ну, блядь, ну, знаете, даже если бы он пиздато его снял, да, ну, норм, знаете. А так, ну, что-то, короче, необычное, это охуенно было. Что на контрасте таком. Я бы, наверное, то же самое сделала, если бы у меня такая песня была бы. Коллега, спасибо за 22 рубля, 22 копейки. Папуль, штрих-кодик наш нежный. Я в охуе сижу, ты мне приснился сегодня. Я сижу и в дверь звонок. Я звоню папе. Мол, кто-то пришел, и ты стоишь в проходе, берешь трубку и говоришь, что ты мой новый папа. Угу. Спасибо большое, коллега, за 22 рубля, 22 копейки. Зрителю показывает зал общих планов. Все мертвы. Кто-то лежит в крови, да, кто-то отравленный лежит, там, может быть, додыхает свои последние секунды. Можно показать каждого крупняком по отдельности, да, как он лежит. И план переключается снова на общий план, но только со спины того самого ребенка, 9-летнего, которая опоздала. Она же, девчонка, мы решили. Опоздала на ужин, б**ть. Она стоит в дверях, значит, у этого зала с каким-нибудь мишком в руке и видит вот этот весь кошмар, который только что на ее глазах произошел. По щеке прокатывается очередная слеза, которая падает на пол в небольшую лужицу. Фу, как я это писал, конечно, не могу. Вы поняли, слеза падает в лужу, чтобы было понятно, что она там, ну, не первую минуту стоит, что она все это видела абсолютно с самого начала. И тут происходит магия. Сразу говорю, что здесь сырой момент, здесь не додумано, но сейчас буду просто накидывать. Например, пускай будет реверсированная какая-нибудь съемка, но реверсированные действия, знаете. Ну, допустим, та же самая слеза девчонки, 9-летней, которая упала на пол, возвращается из этой лужи обратно ей в щеку. Бабах! Не знаю, там дворецкий, который лежал на полу, задыхался, начинает садиться обратно за фортепьяно. У того, у кого кровь фонтанировала... Бля, еще музыку на фоне, блядь, и ревертировал тоже, блядь. Туда из шеи она там, она собирается обратно, вы понимаете, пули из отца вылетают. И, в общем, все возвращается обратно. Бля, кстати, смотрите, там еще отсылки, блядь, всякие. Собирается обратно, вы понимаете, пули из отца вылетают. Синоним, блядь, смайлик это, блядь. Кроссовок, блядь, нихуя есть, еще художники че, блять, нахуярили. Мать Лилада, спасибо за 15 рублей. Ооо, вот это правильно, правильно. Спасибо большое, мать Лилада, за 15 рублей. Вот это правильно, вот это правильно. Вот так вот, чатик, да, у меня правда пиздатый. Спасибо большое, мать Лилада, за 15 рублей. Не ищего, это с реверсом вообще хорох, да. Я решил перепройти РДР, блядь, второй нахуй, блядь, вот этот клип там же, ну, как будто бы все, ну, в те же времена же происходит, блядь, блядь, у ДК же, по-моему, тоже, блядь, РДР очень любимая игра, блядь, мне кажется, он, ну, возможно, он вдохновение, ну, вдохновение, блядь, вдохновение, блядь, словил с этого, мне кажется. Дина, да, возвращается на стол. Потому что я сейчас перепрохожу, блядь, блядь, у меня прям вайф, ребят, нереальный. Здесь практически все перематывается обратно, когда все оживают, реверс, это вам было, ребят, наш условный, он прекращается, да, и люди в шоке смотрят на друг друга, то есть они как бы осознают, что сейчас произошло, что-то неведомое, просто мы не дописали момент, вернуло их обратно к жизни, дало второй шанс, так скажем. Все пытаются понять, что произошло, кто-то рассматривает, да, себя, пытаясь найти там пулевое или ножевое ранение, но ничего нету, все вернулось. Пошел разгон, второй куплет у нас начинает заканчиваться, идет разгон на второй, соответственно, припев. Мы видим, что семейка начинает понемногу отходить от шока и снова вспоминать все свои обиды, из-за которых все, собственно, и началось. Все начинают снова переглядываться, сначала испуганно, но потом... Рябабриха, вот последнее слово, она уже написала в своем сообщении, блядь, вот, ребят, знакомьтесь, модеры у меня, блядь. Он примерно так же, как в начале... Такое, полуосужденно немножко, блядь. В начале песни, да, перед этим самым... Что-то на уровне, а где люди в клипе, блядь, ну, немножко так вот, похоже. Ну да, ребят, он, да, вот, видно, что украл, пьем. Ребят, украл, украл, старые обиды. За такое не банят, но все равно, осторожно, ребят. Заходите к столу, да, брать оттуда, но что-то там, не знаю, брать тот же пистолет, перезаряжать. То есть все готовятся сделать все то же самое, что они делали только что. Максимально напряженная сцена, что же произойдет на втором припеве. И как вы поняли, второй припев, все снова срываются друг на друга. Ну, естественно, ребенка мы в живых оставим, а над причем. А остальные просто гасят друг друга абсолютно так же. Ну, может быть, не такими же действиями, а просто другими. И что, под руку попалось, кто-то, может быть, там, не знаю, колонну берет, по голове мочит. Все снова запи***чивают друг друга насмерть. Бля, ну, как будто звучит пиздато, да? Бля, ну, кого-то звучит пиздато, но, как я понял, он не додумал. Мне кажется, можно было бы как-то, ну, на второй припев что-то, короче, ну... Бля, я не знаю, как объяснить нахуй. Мысль тоже сформулирована, но словами не могу сформулировать, бля. Ну, короче, что-то, типа, другой немножко сюжетный твист, да, чтобы получился, бля, я не знаю. Чтоб нахуй, прикиньте, вот эта девочка всех начала хуярить. Вот это вообще пиздец, прикиньте нам. Просто все стоят в ахуе, в ахуе, бля, и потом... Бам, нахуй, и девочка начинает всех хуярить, бля. Ну, я понимаю, он просто не додумал до конца, блядь, осуждаю. Да, я не умею говорить. Ну, короче, какой-то сюжетный твист, чтобы та же самая концепция была, но чтобы, не знаю, кто-то другой их захуярил, короче, чтобы все охуели. Концовка у меня не добита в этом плане, и она, наверное, не особо влияет на этот сюжет, на смысл, да? Если прикиньте, там, блядь, реверс, да, все в ахуе стоят, там, не знаю, и девочка куда-то отходит, блядь, фитиль поджигает, и нахуй все здание взрывается, блядь. Вот это тоже, мне кажется, ну, так довольно эпично было бы, блядь. И девочка вот так сигару закуривает и уходит охуенно вдаль. Особо понравилось, чтобы я сколько денег бухивал в этот клип, поэтому концовку я даже не дописал еще тогда. Ну, не знаю, допустим, мы хотели еще зал, где находится наш... Ну да, конечно, такой нельзя, ну, типа, ну, короче, вы поняли, типа, мысль, просто... Персонажи, он находится в небольшом стеклянном куполе, да? И мы видим оттуда луну, потому что песня под луной. Ну, в общем, когда это все происходит, луна, допустим, ярче светит или красным светом, ну, понимаете, как-то с этим закручены, и концовку можно, чтобы опять кровища, люди лежат, и камера переходит на нашу луну, значит. Вот такой клип у нас получился, ну, как получился, такой клип задумывался, я думаю, теперь вы понимаете, почему я его не доснял, по разным причинам. Сука, Андрей, блядь, ну, это ворот ебал, реально. Сейчас, я думаю, мы его экранизировали. Сука, ну, не долбоеб, блядь, ну, вот посмотрите на этого человека, нахуй, вот это, блядь. Долбоеб, блядь, натуральный, нахуй. Что он пишет, блядь? Поэтому, напишите в комментариях, как вам идея на... Ну, не, блядь, вообще, реально, охуенно, ее аниматором респект очень красиво нарисовали, реально, еще отсылочки всякие добавили, вот это, кстати, тоже, нихуя себе. А так, идея, пиздата, но единственное шоу, вот на второй, конечно, дропчик, блядь, что-то другое, короче, было бы тоже пиздец.